Новости на Дону. 19.45 на часах в студии радио ФМ на Дону. У микрофона Анастасия Челокьян. Здравствуйте. В этом выпуске какой новый грипп грозит Ростовской области, почему торговать в Ростове станет проще и в чем уникальность новой находки азовских археологов. Об этом и другом далее подробно. Еще один человек умер от осложнений свиного гриппа. Это уже десятый случай с начала года, сообщают при службе правительства. Лабораторно H1N1 подтвержден у 327 человек. На сегодняшний день в Ростовской области полностью закрыто 60 школ и 50 дошкольных организаций. Между тем на Дону спасается от нового вируса. Недалеко от Ростовской области в подсобных хозяйствах Крыма зарегистрировали очагиню Касла. Заболевание опасно для птицы, угрожает здоровье людей, сообщает станция по борьбе с болезнями животных. Массовые вспышки вируса последний раз были зарегистрированы в 2013 году в некоторых областях России и Мордовии. Смертность птиц от данного заболевания составляет до 90%, рассказывает пресс-секретарь станции по борьбе с болезнями животных Дарья Димакова. Вирус опасен для кур, индеек, воробьев, губей, цесарок, переплов, фазанов, а также может поражать попугаев. Данное заболевание находится на первом месте среди инфекционных заболеваний птиц. Экономический ущерб, который может принести болезнь у Касла хозяйством, очень серьезный. Как сообщают специалисты, если в хозяйстве заметили падеж, нужно сразу обращаться к ветеринарам. При выявлении Нью-Касла на территории объявляют карантин. Клинические признаки у животных могут быть разные – удушье, повышение температуры, уменьшение аппетита, вялость. Смерть наступает в течение трех дней. У людей контакт с больной птицей может привести к конъюнктивиту и симптомам, похожим на грипп. Чтобы предотвратить появление вируса, домашнюю птицу советуют провакцинировать. Эта услуга платная. Торговать в Ростове станет проще. Предпринимателям рассказали о плюсах нововведения в размещении ларьков и киосков. Напомню, вчера в Донской столице официально утвердили схему и порядок расстановки нестационарных объектов. Новые условия для малого бизнеса начнут действовать уже с 1 марта. Документ определяет порядок проведения конкурса на установку и формулу расчета месячной платы за место. Председатель комитета по торговле Александр Головко рассказал, как новые постановления облегчат жизнь предпринимателей. Это постановление очень сильно упрощает процедуру предоставления малому бизнесу, в том числе, ну именно в сфере торговли, возможности размещения нестационарных торговых объектов. Также была упрощена процедура предоставления стараторам нашего города, которые имеют свои объекты, стационарных объектов, летние кафе. Напомню, вчера своим мнением в нашем эфире поделился координатор гильдии предпринимателей кваса Герман Дрожжин. По его словам, представители малого бизнеса считают, что у квасников есть риск попасть в неликвидные места города. В этом случае они через суд будут требовать отмены постановления. Александр Головко считает их недовольство необоснованным. Чтобы в дальнейшем избежать недопонимания, с 1 февраля в городе проведут 8 встреч чиновников и представителей малого бизнеса. Уникальный сервиз нашли азовские археологи. Эти предметы настолько редкие, что встречаются только в коллекциях таких крупных музеев, как Лувр и Метрополитен. В числе прочего, среди находок оказался кошинный сервиз со множеством сосудов. За более чем 150-летнюю историю раскопок золотоордынских памятников это самый крупный подобный сервиз. Когда-то его изготовили в средневековых городах Нижнего Поволжья, а местные ученые обнаружили находку случайно, рассказывает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский. Это постановление очень сильно упрощает процедуру предоставления малому бизнесу, в том числе, ну именно в сфере торговли, возможности размещения нестационарных торговых объектов. Также была упрощена процедура предоставления стараторам нашего города, которые имеют свои объекты, стационарных объектов, летние кафе. Кроме того, среди уникальных находок обнаружили три иранских сосуда, которые сегодня большая редкость. Также азовские исследователи нашли люстровую чашу 14 века. По словам Андрея Масловского, чашу такой степени сохранности на территории Восточной Европы обнаружили впервые, а во всем мире они представлены только в коллекциях крупных музеев. Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио ФМ на Дону. И о погоде. Кроме того, среди уникальных находок обнаружили три иранских сосуда, которые сегодня большая редкость. Также азовские исследователи нашли люстровую чашу 14 века. По словам Андрея Масловского, чашу такой степени сохранности на территории Восточной Европы обнаружили впервые, а во всем мире они представлены только в коллекциях крупных музеев. Эти и другие новости читайте на нашем сайте don24.tv, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Анастасия Челокьян, служба информации, радио ФМ на Дону. По информации сервиса Яндекс.Погода в Ростове ночью плюс 2, дождь, завтра тоже осадки и плюс 3. В шахтах ночью снег и плюс 1, в пятницу тоже снег и плюс 3. В Чертково 0 и снег, завтра плюс 3, дождь со снегом. И о маленькой погоде. В хуторе гигант, что в Сальском районе Ростовской области ночью плюс 2. Утром плюс 4, облачно с прояснениями и дождь. Днем плюс 3, дождь поутихнет, а к вечеру и вовсе перестанет. Плюс 1 и облачно. В ночь перед выходными 0 и без осадков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова